19 век, Вологодское и другое коклюшечное кружево. Вот они такие изящные вещи. Старинное коклюшечное кружево отличается тонкостью своей работы. Очень отличается от меня. Просто какая-то, я не знаю, звезда экрана. Как Вы считаете, сектор руководитель отдела винтажной моды? Блошиного рынка ретро. Теперь мы называем все по-другому. У нас прошел ребрендинг, так называемый. Винтажный центр ретро. Центр. Вот я в центре. Отдела. Отдела. В винтажном центре. В винтажном центре. Ретро на кристалле. И одновременно я являюсь руководителем отдела моды Союза коллекционеров России. Так что милости просим. Ждем Вас в гости всех. Спасибо. Может быть манишка. Потому что одна резиночка здесь. Может быть и манишка. Жень, под корсет. Да, может быть. Да, да, да. Под корсет. Может быть вполне. Они на вот такой сетке хлопчатобумажной. Вот это. Это накидка на подушке. Ну, накидка, да. Сейчас ее можно как скатерть для чайного столика использовать. У нас были подобные комплекты. Они сейчас уже проданы. Это достаточно редкая вещь. В идеальном состоянии. Практически состояние новой вещи. Я даже не вижу тут следов бытования. Да. У меня тоже от бабушки вот что-то такое оставалось. Но не в очень хорошем состоянии. А здесь просто вот это вот очень. Это комбинация. О, это вообще комбинация. Женское белье. Да, великолепно. Ой, слушайте. Ну, оно, конечно, уже распорото по швам. Но кружево в прекрасном состоянии. Ткань тоже без повреждений. Великолепно. Вот интересные вставки. Это для пошива одежды. Это старые-старые. У меня тоже один кусочек такой от бабушки. Да, старенькие вставочки. 19 век. Вологодская и другая коклюшечная кружева. Вот они какие изящные вещи. Старинное коклюшечное кружево отличается тонкостью своей работы. Очень отличается от нынешнего кружева. Ну, и вот несколько моточков старинного кружева. Коклюшечного плетения. Вот одно совершенно новое тут с бирочкой. Бумажной. Вот в камеру покажем. И вот такое кружево тоже со следами патины. Вот интересные тоже кружево. О, какая тонкая. Тонкая, тонкая. Ну, и вот такое тоненькое кружево тоже, пожалуйста. Вот еще несколько элементов. Вышитые элементы. И, вероятнее всего, это тоже часть женского белья. Да. Или распорота, или, может быть, не дошито было. Как красиво, да, женщин-то? Да, распорота вот тут швы ручные. Так что мы в состоянии будем восстановить. И натуральные ткани. Да, натуральные ткани. И красивые это. То есть, очень даже красивые нижние белье-то было. Да. И ночнушки, а то мы думаем, что там. Вот, пожалуйста, да, тоже лента ткани с кружевом. Ну, типа, да. Вырезана из какого-то тоже белья, видимо. И вот интересная дорожка. Сейчас я ее найду. Точно. Их много. Интересная дорожка. Смотрите, тигр с маслом кобальтов. Тоже ручное вязание, как крючком. Смотрите, смотрите. И очень интересный рисунок. Дорожка на комодник, как угодно можно назвать. Вот такой чепчик восхитительный, просто взрослый. У нас нам попадался детский подобный чепчик. А это уже взрослый, женский, ночной чепчик. Ну, ночной, может быть, не обязательно ночной, но в прекрасном состоянии. Вот. Такие вещи к нам попадают. Вот это интересное тоже артефакт. Такое интересное. Это часть тоже женского белья. И это Европа, потому что здесь мы видим элемент белой глади, так называемой. Ну, вот, французский. Вот эта салфетка тоже какая-то красивая. Да, это уже попроще, конечно, вещь. Попроще, ну, все равно. Да, в хорошем состоянии салфеточка с ручной вышивкой. Прелесть. Да, все. Основное я вам продемонстрировала. Спасибо. Будем изучать. А оказалось, это... Потому что из пера у нас была шляпка красная. А я помню, кстати, да. Ну, когда я поближе ее взяла, выяснилось, что это, конечно... Ну, у вас прям такое богатство шляп разных. И таких, и сяких, и теплых. Давайте я примерю. Давайте. И летние, и такие сейчас. Ну, потом, ну-ка, шляпу. Там у нас выставлено тоже. Да, кстати. Каких только нет. Ну, самое интересное, что... Каких только цветов нет, пожалуйста. То есть я смогла собрать все цвета радуги. Одних даже... Ну, у вас и мяковые есть, и... Да. А это что такое? Как это называется? Это шляпа. Шерсть такая? Да, это все шляпы чисто шерстяные. И фетровые, и такие, и сякие. Вот. Это 60-е годы. С начала 70-х, может быть. И в тот период как раз вот такие борсистые шляпы были очень популярны. Да. Вот это 60-е годы. Ну, это БУ шляпка, видно, что она ношена. Да. Но у этой женщины, владелицы коллекции, было так много шляп, что она просто... А, это прям коллекция к вам пришла? Да, огромная коллекция из одной семьи, московской семьи, проживающей на Баррикадной. Вот женщина, не знаю, может быть, она... Я подумала, что она работает, может, работала в Советской Торговой. Или была, может быть, она чиновницей какой-то. Понятно. Которая не ладошка. А можно вот эту жёлтую тоже я померю? Сейчас... Одних оттенков цветов как много. Все попробуем. Хочу что-то такую выбрать. Не маловато она? Да, кстати, немножко маловато. Но вообще, мне кажется, она мне идёт, да? Маловато. Нет, что-то мне не очень это... Да, это 60-х, да, классика жанра. 60-е годы форма. Ну, вот это вот, кстати, очень даже, да? Такая жёлтая. Жёлтых разных оттенков очень много. Три-четыре штуки жёлтых. Никаких только переходов цвета нет. Хотела сделать прямой эфир, чтобы с вами посоветоваться. Но придётся выбирать. Так я взялась. Ну, да, можно поиграть в поляне. Да. Ну, тоже так ничего. По-моему, неплохо, неплохо, да. Очень ничего. Высокая штука. Ну, и это тоже неплохо. В зависимости от того, какое пальто, да? Синий ему нравится. Ну, это просто какая-то, я не знаю, звезда экрана. Да, вообще, вот смотрите, она такая характерная, да? Да, характерная. Да, характерная, да. Характерная, да, делает сразу вот такой вот вид. Несмотря на то, что это искусственный мех. Да. Но какой интересный образ сразу. Очень сразу, да. А сколько такая прелесть стоит? Это, кстати, очень много невестных размеров встречается. Ну-ка, если я попробую поглубже. Нет, наверное, всё-таки мало. Нет, ну, можно, конечно. Но только я хочу сказать, тогда прическу уже. Ну, да. Да, 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 да. Ну, вообще, да, интересно. Что-то среднее между клош и гепкой. Да, да, да. Ну, форма, да. Слушайте, как интересно, сколько можно найти. Ну, нет, что-то мне вот это, мне кажется, не очень. Ну, да, не ваш ни цвет, не ваш, ни форма. Да. Ну, вот, например, шляпа из каракульти. Чёрная. Да. Капор такой прекрасный, с пантом. Угу. С лентой муаровой. Прекрасно в состоянии шляпка. Ну, посмотрим. Пятидесятые или ранее, да. А давайте ещё пирожковый, что-нибудь ещё пирожковый. Вот у вас типа такого что-то, да? Или там вот это. Ну, это берет классический. Классический. Такая шляпка поиграет. Ну, да. Наклоном этой шляпки. Да, самое лучшее было в наше время. И бог знает сколько носилось. Куда она надевалась? Вот что стоит покупать. Носишь, носишь. Гадание. Ну, и выделка ещё хорошая. А так хорошо на вас смотрится. Прям ножка сразу такая аккуратненькая, маленькая. Ой, боже мой, как будто на три размера меньше сразу. Чуть-чуть. Как они хорошо продумывали. Да. Ботиночки, да, посмотрите. Мой любимый рыжий цвет. Вот так вот чьи же-то непонятно. С мехом. Это, по-моему, постарей, что-то будет. Ну, да. С мехом. Да, вот так вот купить. Интересно, вот эту обувь. Это что-то восточное такое. Не, да, восточное. Тапочки домашние. Это, мне кажется, я в Болгарии вот что-то такое было. Не привозили. А, здесь даже тапочки можно купить. Ну, я вижу, вот тапочки есть. Ну, я вижу. Ну, я вижу. Ну, я вижу. Вот это украшение я вам показываю. Ну, я вижу. Субтитры сделал DimaTorzok. Не знаю, коралл, подкаралл. Ну, в общем... Спасибо. 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 Дорогие друзья. До новой встречи. Впереди много, много интересного. Внимаю. Целую. Всего самого хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok